Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я подробно расскажу, почему везде, где бы вы не прочитали, о высадке томатов почти везде написано, что томаты нельзя поливать целую неделю после высадки. Где-то пишут 7-10 дней, где-то пишут просто выражение, можно увидеть. Первое время после высадки в теплицу томаты не поливать. Почему нельзя их поливать? И как сделать так, чтобы они благополучно прожили эту 7 или 10 дней? Это зависит, конечно, от нас. Сейчас я расскажу, почему специалисты рекомендуют не поливать. Вот в то время, когда мы высадили томаты, вот вчера я вот эти высадила, а нет, эти сегодня, вчера вот эти вот, которые уже подсохли немножко. Вот я вчера высадила, вот они стоят. Они стоят-то стоят, они зеленые, все. Но у них еще нет у корней сцепки, с грунтом. Нужно дать время вот нашим томатам, чтобы корневая система восстановилась и начала впитывать в себя влагу. Пока что вот ту воду, которую мы вылили в первый день, а в первый день мы вылили много, выливают кто-то по пол ведра, кто-то даже ведро в лунку. Все люди стараются как можно больше влагозадел сделать. То есть на будущее вот туда налить, запастись, чтобы она 7 или 10 дней прожила. Но эта влага, она как, она пройдет туда вглубь, она единственное, что смягчит почву, будет влажно. Томат не будет у нас подвидать, но в первые дни корни томатов эту жидкость не впитывают. Она им в принципе не очень нужна. И если мы еще через 2 или через 3 дня будем подливать туда влаги, там и так у нас влажный грунт и корни пока не пьют ее. Я еще раз повторяю, сцепки нет, влагу растение не впитывает. Ну может быть там чуть для поддержания, чтобы не быть вялым. Если вы будете подливать грунт, то корешки, вот наша корневая система, будут просто находиться в этой сырой земле и может даже начаться загнивание. Ну вот представляете корни, которые просто отдельно от грунта мы посадили. Вы все льете, льете, льете туда воду. Конечно начнет процесс гниения и корневая система может немножко повредиться. Томат, конечно, он приживется, он будет расти, но у него будет повреждена корневая система. Она будет не такая сильная и здоровая, как хотелось бы. И вот такие томаты могут дать вам задержку в росте. И вот после того, как пройдет 7 или 10 дней, сейчас я вам скажу от чего это зависит. Это зависит от погодных условий. Вот у нас сейчас на улице пасмурно, идет дождь. Это видно вот по нашей теплице. Видите капельки там у нас сползают по теплице, идет дождь. И поэтому вот моя вода, которую я сегодня налила, возможно ее хватит и на 10 дней, если будет такая пасмурная погода. Но если будет чуть пожарче, то конечно я через 7 дней уже начну поливать. И вот после того, как пройдет эти 7 или 10 дней, саженцы наши приживутся, вот эти сеянцы. И нужно будет их полить водой. Ну желательно не очень холодной, если будет теплой, польете теплой. Я вот буду поливать, я поливаю, какая есть, такой и поливаю. Из расчета примерно, вот на квадрат, везде пишут там 4-5 литров. Ну можно вот, или там на лунку 2-3 литра, смотря как считать. Полив, конечно, первые поливы лучше всего осуществлять под корень. На листья не нужно лить, потому что если солнечная погода, то будут ожоги. И лучше осуществлять утром. Вечером, потому что от полива, это вот проблема всех теплиц, образуется в теплицах конденсат. Это вот лишнее, вот это вот, ну не нужно нам этого. Потом капли оседают, падают на растениях. И опять же, это нежелательно, это могут быть и утром солнечные ожоги опять, и развитие всяких различных заболеваний. Утром поливаете, первый раз, когда после высадки все, влага впиталась. Часа через 2 после полива, если погода хорошая, нужно открыть форточки, или можно даже двери, чтобы немного проветрить теплицу. Помидорам сильно сырой климат не нужен, это не огурцы. Не бойтесь проветривать свои теплицы, помидоры сквознячков не боятся. Даже очень важно, если у вас помидоры, уже томаты цветущие, лучше, чтобы был вытерок, происходит опыление лучше и быстрее, когда помидорки немного колышутся. Но, однако, очень важно, проветривание проветриванием, но очень важно соблюдать температурный режим, потому что, если вы проветривать будете при холодной погоде, это не очень хорошо. Температура в парнике все равно должна в нашей теплице быть примерно 18, не ниже 18, 18, ну и 25-26 градусов. Днем можно 15, ой, ночью можно 15-16. Вот у меня сейчас как раз в теплице такая температура, 18 градусов, и у нас пасмурно, это очень хорошая вот такая погода, комфортная. Вот я сейчас полью их, закрою теплицу и уйду. Если завтра будет хороший день, я проветриваю, если нет, будут так. Но я приду вот поливать в следующий раз этот куст, который именно сегодня высадила, только через неделю. Не бойтесь, что они у вас засохнут. Для того, чтобы не образовалась вот здесь корка, применяйте мульчу. Вот везде пишут, можно мульчировать и соломой, и травой какой-то скошенной. Я просто сверху сыплю вот так перегной. Он рыхлый, пористый, он дает дышать растениям и предотвращает образование корочки на поверхности. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о поливе томатов после высадки в рассаду. Целую неделю поливать томаты после высадки нельзя. Это может пагубно отразиться на корневой системе растения. Она просто-напросто может там загнить. Дайте передышку растению, дайте растению восстановиться, прижиться. Через неделю придете и польете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова